сегодня будет история про велосипед стелс навигатор 760 который мне очень нравится и который я предложил клиенту купить потому что он прикольный да и сейчас я расскажу про все преимущества недостатки про то что меня очень сильно выписал в этой модели потому что некоторые инженеры очень плохо выполнять свою работу и так велик хороший у него модный дизайн у него классный такой вообще неоновый цвет он очень легкий то есть него идет облегченная рама да здесь специально даже надпись super light алюминиум x6 alloy велосипед для покатушек велосипед для туризма я его соответственно посоветовал людям чтобы они купили его для того чтобы ездить в походы здесь есть возможность установки полноразмерных крыльев здесь есть возможность установки багажника и так грамма алюминий вилка алюминий ноги конечно тонковаты но поскольку рама у нас 17 и человек будет невысокий и легкий то вилка будет работать отлично дальше у нас идет шток конусный но вилка у нас идет обычная руль алюминиевый прикольные грипсы достаточно мягкие с такими упорами под руки и с алюминиевыми креплениями чтобы грипсы не прокручивалась здесь у нас полностью идет шимана вся навеска то есть у нас здесь монетки altos переключательно здесь оливия стоят работают вполне себе достойно и адекватно ручки тормозные тоже алюминиевые очень легкий вынос на выносе винтики очень плохого качества из какой-то сыромятины шлицы срывает очень быстро я все это очень аккуратно динаметрическим ключом протянул но желательно потом когда-нибудь дальнейшем эти винтики поменять значит колесики у нас идут на промах обода более-менее нормальные прикольная резина кенда capture вот такой классный протектор более-менее ровные диски я их настроил тормоза механические модель стелс 760 она есть на механических тормозах а есть она на гидравлических тормозах но вот винтики который крепит ротор не что-то не очень понравились они как-то во первых были все не протянуты а во вторых они немножечко ну слабоватенькие скажем так на вилке есть отверстие подкрепления крыла и дальше мы изготавливаем хомуты чтобы поставить крыло вот таким вот образом видите то есть зазор получается не очень равномерный но если дужку вот эту нижнюю еще сильнее вытягивать то есть снизу будет зазор очень большой шатуны у нас обычные алюминиевые неразборные каретка на промах педальки ну самые простые но они по крайней мере крутится петух крепится снаружи все хорошо ну соответственно надо когда снимаете колесо задние надо петух проверить и затянуть то что петух вообще не затянут был изначально значит самая главная проблема этой модели это то что подводка вот задний тормоз сделано под гидравлику соответственно тросик у нас видите выходит снизу из-под рамы будет постоянно попадать вода и грязь на тросик и забивать рубашку это как бы довольно большой недостаток на мой взгляд но рамы сделано под гидролинию поэтому вот такая вот история комплекте есть подножка но подножка крепится изнутри рамы и подножка здесь особенно то есть вы такую подножку в продаже не купите потом нигде соответственно если подножка сломается то будет проблема именно с этой подножкой но больше всего конечно не разочаровала два момента первое у нас кассета судик вы знаете что судик это прям очень плохое качество бывает что зубы зубью лопаются поэтому как бы на такой хороший велосипед на такой модный велосипед поставить шимана а здесь алту здесь не оливия здесь алтус поставить кассету судик это блин вообще позор цепочка здесь стоит под названием течь что за цепь вот такая золотая я не знаю я первый раз вообще вижу такую цепь на велосипеде еще в продаже ничего не могу сказать по ресурсу но это явно когда китайская цепочка то есть ребята сэкономили на задней кассете и сэкономили на цепи и это прям я считаю очень большой недостаток к ресурсу этого велосипеда ну и конечно меня очень сильно разочаровала крепление заднего крыла потому что как вы видите вот там от расстояния где гаечка гаечка и винтик упираются упор под тросик переднего переключателя чтобы туда засунуть эту гаечку чтобы выкрутить это винтик это ключ нужны очень сильно кривые пальцы прям ну как какого-то гнусного извращенца который эти пальцы вставляет различные отверстия и очень это сложно все сделать но мне это удалось как вы понимаете я все это закрутил дальше крепление здесь тоже изнутри то есть вроде бы как с одной стороны красиво с другой стороны вот это все туда вкручивать когда затягиваешь она вот так вот все проворачивается то есть крыло встает не идеально ровно ну как бы не знаю то есть крепление крыльев сделаны не совсем весело зато расстояние конечно между переключательным крылом большое даже крыло не пришлось выпрямлять по-другому ну и конечно подводка переключателя снизу вся грязь но здесь у нас грязи уже не будет да потому что стоит крыло а если вы будете кататься без крыла у вас вся грязь будет попадать вот туда вот с колеса лететь вот сюда вот на переключатель вот туда вот вниз на тросик и соответственно все это будет быстро ржаветь и закисать поэтому желательно ставить сразу крылья что вот вот то вот место у вас не забивалась грязью на потому что как видите колесо круче нас вперед из колеса все летит я покажу пальчиком все с колеса летит вот туда вот вниз и там будет куча куча грязи дальше проводка у нас везде скрытая но изначально рубашки и тросики идут не как сейчас сделано крест накрест чтобы не терлись абраму они идут вот такой петлей дурацкой и трутся абраму и обвилку протирают краску соответственно нужно их поменять местами но чтобы поменять их местами нам нужно протянуть все а здесь у нас скрытое крепление отверстие очень маленькая и нужна магнитная протяжка потому что просто так и все это красиво не протяните соответственно если вы будете делать самостоятельно вы перед тем как вытягивать привяжите какую-то нитку веревку и вытяните эту нитку веревку обратно чтобы потом привязать и протянуть ее еще раз обратно потому что просто так вы тросик в это отверстие очень маленькой не попадете она реально маленькая то есть рама усиленная рама облегченная но при этом очень сильно усиленно наваленную такая косынка под все рубашки и тросики то сделано очень круто то есть рама само по себе офигенское вообще в этом смысле она не нравится поэтому этот велосипед я и посоветовал вот вот примерно наверное все что я хотел рассказать а еще здесь я впервые вижу чтобы на подседельный штырь ставилась резиночка которая защищает от попадания воды вот такая простенькая резиночка но она туда вставляется в хомут видите нам как бы пазик даже есть защищает от попадания воды это первый велосипед на котором есть вот такая вот конструкция то есть это реально круто то есть поэтому велик я считаю достаточно крутым что его сделали вот таким вот образом то есть сэкономили на кассете сэкономили на цепи сэкономили на винтиках под вынос но вот все остальное здесь офигенное то есть как бы той стороны инженеры извращенцы которые делают такую странную подножку и такое странное крепление под крылья в двух точках а с другой стороны молодцы что вот другие все моменты они предусмотрели поэтому если вам нужен велик для прогулочного катания если вам нужен велик для легкого туризма вполне себе берите вот эту модель она прикольная облегченная то есть для людей там для девушек очень хорошо подойдет для людей легких подойдет оптимально можно поставить крылья можно поставить багажник можно вот по всякому тут все это дело улучшать конечно желательно чтобы здесь было все-таки одна звездочка тоже три звездочки это избыточно но как бы вот сделали маркетинг сделали побольше скоростей до сна здесь получается 3 на 8 или 3 на 9 3 на 9 что здесь аж 3 на 9 то есть это избыточная такая трансмиссия но при этом кассета сугик не знаю как на девятке на восьмерке кассета сугик прям ну очень плохого качества лопаются зубья разваливаются кассеты то есть если человек покатается посмотрим то есть какой то он проедет там 200 300 500 километров на этом велосипеде посмотрим износ цепи посмотрим износ звезд ну и колес на будет протянуть соответственно потом по мере износа крылья ставятся полноразмерные очень даже неплохо все вот так вот ровно закрывает и спереди и сзади единственное что впереди немножечко крылья может быть выглядит вот так вот с таким большим зазором потому что крылья у нас идут 29 но они стандартные 27 29 и соответственно они немножечко кое-где опорчатся если мы потом сзади поставим багажник видите чуть-чуть вот она не повторяет радиус колеса но это и от покрышки еще зависит то есть как бы у нас колесо 27 покрышка там 27 определенного объема и размера колесо нас 29 и вот радиус не идеально повторяет контуры колеса когда сзади будет стоять багажник в принципе это будет все незаметно а впереди к сожалению получается вот так вот если сзади сейчас отводить еще дальше то будет больше грязи лететь как лучше сделать вот так вот потому что здесь достаточно большое расстояние то есть вилка возможно это даже 29 вилка то что видите какой большой зазор между гориллой и колесом на 29 его практически нету то скорее всего это какая-то универсальная вилка который подходит на 27 колеса на 29 то есть она на все скорее всего велосипеды просто ставится и все дальше у нас тут очень много колечек проставочных все это тоже регулируется под себя то есть можно опустить руль пониже колечки допустим либо открыли шток либо колечки переставить наверх запас есть ну да прослух я сказал что они на промах то есть как бы вообще все хорошо ну вот кассета и цепь вызывают у меня небольшие подозрения подозрение